В эфире Народная Славянская Радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 21 ноября 2018 года. В виртуальной студии Александр Жарков, Алексей Орлов. И мы сегодня говорим на тему «Система обучения здравомыслящего человека». Первая часть была посвящена докладу Александра. Пламенный доклад, пламенная речь. Все по смыслу, все по существу. И сейчас пришло время нам поотвечать на реплики и вопросы, которые мы принимаем. Еще раз напоминаю, на сайте нашего радио, словрадио.орг. И у нас, ну там есть чат, естественно, где можно писать. И у нас на канале в YouTube. YouTube.com.slash.slavradio. Опять же, обращаясь к нашим радиослушателям и зрителям, если вы человек осмысленный, если вы стремитесь разобраться, что в этом мире происходит, как в этом мире происходит, для чего вы здесь, то в этом случае вы себе не будете позволять каких-то грубостей и гадостей по отношению к тем, кто присутствует в чате, кто читает реплики. И, естественно, к тем, кто участвует в эфирах. Поэтому ваши сообщения, ваши реплики нам всегда интересны, даже если мысли, высказанные в них, не соответствуют тому, что в эфире было сказано. Ибо здравомыслящий человек – это тот, который имеет свою точку зрения и вправе ее доносить. Если же пришел к нам гоблин какой-либо, который пользует, скажем так, запас словесной эмочки-людоедочки, то в этом случае он отправляется в баню. Поэтому не грубите, не хамите, не выражайтесь так, как не следует в обществе здравомыслящих людей, и тогда все будет нормально, все будет хорошо. А то бывает часто для смешного. Начинает человек за здравие, вроде говорит хорошие, прекрасные слова, но потом сам себя распалил, у него вот это вот животное начало берет вверх, и мозг вставляет какую-нибудь такую реплику в конце. А вы там все, а я один Д'Артаньян. Ну и так далее. Вот таких мы тоже, несмотря на то, что вроде бы мысли изначально были здравые, мы тоже в баню сразу посылаем, потому что именно поведение гоблинское себя выдало. А здесь все-таки не гоблины, а человеки. Итак, Максим Архипов. Вопрос в эфир. Здравия, всем здравия, Алексей Александр. В современном обществе система зомбирования и удержания людей в различных агрегорах происходит посредством взаимодействия с нижними чакрами человека, связанными с землей. Различные явления, оказывающие влияние на включение в здравомыслях человека, связаны с проработкой верхних, небесных кавычках, чакр. Имеется ли отличие последовательности включения каналов сил для мужчин, связанных с воздухом, солнцем, имеющим мужское начало, и женщин, связанных с землей, имеющие женское начало? Это является ли основным движение вихрей по каналам сил внутри человека вверх-вниз, например, во время смерти душа движется по позвоночному столбу? Ну вот, таких несколько вопросов. Если тебе нужно будет какой-то вопрос или какую-то часть повторить, ты обращайся. Да, благодарю. Еще раз благодарю за вопрос. Очень интересно. Во-первых, нужно понять, что понятие эгрегоров – это очень многомерная суть. И когда мы воспринимаем понятие эгрегора, мы уже подсоединяемся на том или ином уровне к нему. И нельзя так говорить, что эгрегор только на двух чакрах. К примеру, эгрегор религии. Почему есть в эгрегоре религии люди, которые просветляются, видят каких-нибудь святых духов, ангелов, сути, учителей? То есть это говорится, что он на нижних чакрах воспринимает? Или, к примеру, он там эгрегор телесериалов. К примеру, допустим, вроде бы деструктивный эгрегор телесериалов. И он там только культивирует по хихи, по хаха. Я не буду говорить, какие шутки, какой чакры развивает. Вопрос в другом. Есть те, которые могут через, допустим, находясь в эгрегоре, накопив критическую массу в сериале, на 1575 серии Санта-Барбары проникнуться, что у него такая же проблема по закону дуальности, по закону притяжения в семье. И у него там реально либо любовный треугольник, либо ненависть мужу, жене, сестре, брату и так далее. И он включает верхний уровень диапазона чакры. То есть он к эгрегору подсоединяется уже не на первой, второй, а на третьей, седьмой, восемнадцатой, пятьдесят четвертой. Потому что у нас, если вы знаете, чакр сейчас, космическое время, 22 активных верхних периферийных, боковыми 49, с мелкими исключениями 144. Поэтому нужно понимать, что мы подключаемся не только банально по классической системе, даже по той же славянской системе их у нас намного больше и с переходом намного больше. Поэтому, понятное дело, что женщины и мужчины включаются и вихрь структурных потоков идет правосторонний или левосторонний. Но тут важный момент, нужно понять, что и женщины, и мужчины подключаются и используют те или иные уровни. Поэтому подключение к эгрегору происходит индивидуально. И каждый эгрегор может вас подключать и на верхних, и на нижних уровнях по вашим же запросам добровольно. Другой вопрос. Что с этим делать? Ответ очень простой. Знаете, как говорится, я видел какой-то демотиватор прикольный, я думаю, вы его тоже в интернете видели. В любой непонятной ситуации повышай осознанность. То есть, когда вы повышаете вибрации, то у вас отпадает дурь из головы. Ну, многие там думают, а, там, вот мне очень яркий пример, тоже не буду называть автора, который он говорил, там, вначале там славянство, все ходят там молятся. Потом все осознают, что все там проблемы в евреях. Потом все осознают, что все проблемы в анонаках. Потом все осознают, что все проблемы там еще там вообще в деструктивных силах. А потом, только он дальше уже не дошел, просто поэтому на верхнем уровне Грегора там воспринимание, это вообще уровень опыта дуальности и договоренность на всех уровнях. Поэтому надо воспринимать, с каким запросом и для кого, на каком уровне подключение. Это же надо понимать опыт не с позиции дуальности, смотрите, а с позиции больше. Если человек залип на этом уровне, ну, к примеру, вот я вам приведу привычку, человек пьет или курит, ну, не важно, ну, какую-нибудь вредную привычку. Вот человек вот, он сидит, я, кстати, об этом рассказывал в лекциях по астральным паразитам и по привычкам, кто захочет, может эти эфиры переслушать. Так вот, смотрите, вот вы ему говорите, так, ты не кури, не пей, это плохо. И в этом появляется та же наша древняя буквица, помогает. Вот есть, человек понимает, ну, информацию, то есть есть просто знание, вот он говорит, на пачке сигарет написано, курение вредно для здоровья, или там курение убивает, или там алкоголь убивает. Вроде бы есть знание какое-то, и вы ему говорите, но человек еще не дошел, критическую массу он не накопил, у него еще нет ведания, что он реально себя разрушает, что он реально не видит своих клеток, своего будущего, что он забирает энергию из будущего, что он забирает энергию с родовой системы, со своей успешности, с реализацией своего предназначения. Он просто тупо выключился, его система выключила, но он же ей позволяет по закону притяжения, по закону силы воли и свободы, он согласился в это, поиграть в эту иллюзию. И поэтому в данном случае вы его пытаетесь поддержать, ну давай, пробуждайся, посмотри, брось курить, мы тебя там сейчас к шаману, к ясновидящему, яйцами там выкатаем, свечкой там вылим, воском там, или там еще чем-то там. А это на самом деле по факту работает ваше гордыня и эго. У вас работает, вы хотите, вам не нравится, что в вашем поле находится ваш родственник пьет или курит, ваш муж, жена там. Вы не хотите копать над собой, работать, вы не хотите, и подключение к эгрегору вы видите только на первых чакрах. Вы не хотите видеть, что ваше сознание замечает этого человека на этих уровнях, и вы уже думаете, вот я там поднялся, я там уже осознал истину, а он на этих уровнях. По закону притяжения тут есть два варианта, либо вы осознанно с верхнего уровня спустились на нижнем, либо в момент осуждения человека на каком уровне он воспринимает эгрегор, он на этом уровне и осуждает его. Соответственно, он уже был на этих вибрациях, может он только читал о этих верхних уровнях. То, о чем я говорил в начале лекции, либо по форме, либо по содержанию. Если вы по содержанию истины, вы вообще даже не будете осуждать. Вы создадите условия, да, человек, ну запутался он, но создадите условия, когда он накопит критическую массу. Это не означает, что он выкурит все сигареты на планете, или выпьет весь спирт и так далее, и там пройдет все уровни в танчиках, или в квестах, или там в этих варкрахтах, или еще где-то. Это означает, что вы создадите обстоятельства, при которых у него мозг начнет шевелиться, через понятие социальной задач каких-то, ну определенные обстоятельства, выведите человека из зоны комфорта, и он поймет, елки-палки, проснись вообще, где ты находишься. Только тогда вы сможете истинно смотреть, на каком уровне он находится в подключении к эгрегору. Поэтому верхний и нижний поток это все лишь потоки, и как они закручены, это вопрос просто подключения и входа мужского и женского начала. Другой вопрос, как вы воспринимаете эту информацию. Для того, чтобы научиться кого-то вытягивать и научиться управлять этим процессом, нужно смотреть многомерно, а почему вас это волнует, а как вы это видите. Вначале проанализируйте, подумайте, посмотрите, сами осознайте на всех уровнях, и поверьте, вообще даже можно ничего не говорить, просто вашим полем или вашем свечении. Человек подумает, слушай, а что ты такой яркий? Вы говорите, я вообще никого не осуждаю, не думаю, и вообще там не надо мне молиться, и там на иконам кланяться и так далее. А что, так можно? А ты попробуй. Попробовал человек, хоп, точно, работает. Ого, так что, и вообще не надо и ходить, или там пить, курить, и что, можно увидеть там нирвану и высшие миры, и что, и ты даже при этом не сумасшедший? Ну, ты же видишь, нормально, и жена, и дети, и все остальное. То есть вы своим здравомыслием, своим образом жизни, своим стилем показываете. Вот это уже есть понимание, вот это уже есть ведание. То есть если вы ответственно подходите к вопросу работы с эгрегорами, ну, это уже другой момент. Если вы просто сказали и прочитали слово эгрегор, и 15 тысяч раз его услышали из других тренингов, семинаров, курсов, ведаете, как работает эгрегор. Постарайтесь довести еще один закон космический – от количества к качеству. То есть максимально количественно доведите свои знания по этому вопросу, и они перейдут в качество. И вот тогда вы качественно сможете сформулировать ответ на любой вопрос. Надеюсь, я обширно постарался ответить на ваш вопрос, и я ответил. Надеюсь. Если я неправильно, то перезадайте вопрос или реплику. Давай еще вторую часть мы как-то так обозначим более конкретно. Является ли основным движением вихрей по каналам сил внутри человека вверх-вниз? Например, во время смерти душа движется по позвоночному столбу. Движение вихрей происходит постоянно. И подключение к чакрам, оно связано не только с вихрями, а это связано с уровнем вибрации. Вы же должны забывать, что каждая чакра между собой связана лепестками. То есть каждая чакра в себе чакра, то есть сам себе лук, то есть сама пространство, система в себе замкнута. Если одна закрывается, то закрывается на всех чакрах лепестки. Эта система, она дуально работает, и чакры некоторые работают попарно. Поэтому нужно понять, что система подключения к тому или иному эгрегору, она влияет не только на уровни закрученности левосторонней или правосторонней, она еще работает на многомерном уровне. Потому что надо не забывать, что у наших чакр есть еще античакры. Это противоположная работа с другими параллельными реальностями, и в том числе антимиром. Поэтому подключение к эгрегору является не только верхнего и нижнего потока и чакральной системы, а еще и античакральной системы для того, чтобы компенсировать. Это еще один закон космический, о котором я говорил. Сила действия равняется силой противодействия. Все должно быть уравновешено в гармонии. Если вы где-то подключились, то где-то в другом пространстве, ну, образно говоря, вы отключились. Ну, может, конечно, это глупо так звучит. Надеюсь, я правильно объяснил или доступно простым языком. Хорошо. Ярослава Ярославная, вопрос эфир. Как прочесть свою матрицу? Классный вопрос. Для того, чтобы прочесть свою матрицу. А. Нужно иметь энергию. Б. Нужно понимать, где находится матрица. С. Нужно понимать, что вы конкретно хотите услышать в своей матрице. Д. Какую именно матрицу? Матрицу естественного развития, матрица индивидуального поля, матрица фантомов, матрица ваших жизней, матрица голограммных иллюзий. Матриц очень много. Дальше. Вам нужно понять, ну, как говорится, вот знаете, как в телевизоре, чтобы получить картинки там разных телеканалов, вам нужно иметь А. телевизор, Б. проплаченную эту, как говорится, кабель, который вставляется, и вам оператор посылает этот зеленый сигнал. И телевизор еще должен иметь электричество, он еще должен работать. И у вас есть, соответственно, А. энергия, Б. желание, то есть у вас телепередача уже есть, С. четкое понимание, как это работает, и ваш телевизор работает нормально, ваш третий глаз и органы, которые считывают эту информацию, работают на всех уровнях нормально, и у вас нету конфликта. Ну, на всех. Будь то у вас там розетка, не 220, а 380, и правильная информация. То есть если вы не отвлекаетесь от остального, за запросу, запросите, и дадут вам, стучите, и откроют. Сидитесь, медитируйте, кто-то через медитацию, кто-то через молитву, потом достигнете критической массы, будете думать, ваше сознание, вы знаете, как, вы сейчас сидите тут, и там смотрите, или слушаете, кто там едет в дороге, или запись слушает. Он сейчас своим сознанием, точка сборки, находится в комнате, в помещении, в машине, неважно где. Если вы смещаете свое сознание, вы можете, оп, убрать это пространство, вы уже будете под другим углом. Поэтому, когда вы считываете, вы должны научиться управлять считыванием информации, учаться. А вы сейчас слишком заняты, ой, там, надо сегодня успеть, надо позвонить другу, надо поделиться, надо пойти на работу, надо пойти в школу, в институт, и так далее, кормить ребенка, или убрать квартиру, или пройти продукты. Больше уделять времени запросу, считыванию, то рано или поздно вы научитесь. Сейчас очень много, я уже говорил, курсов, тренингов, семинаров, которые помогают, позволяют, причем мало того, хочу сказать, в интернете, на ютюбе, можете это даже вот так, взять, скачать, посмотреть, главная практика. Понятное дело, куча шарлатанов, куча непонятно кого, или подсаживают какие-нибудь сущности, которым говорит, мы вам сейчас там все откроем, только вот вам будет внутренний голос все говорить. Он там вначале с вам поговорит, поговорит, а потом будет с вас плату брать, ну, а банплату, как говорится. Поэтому я сторонник личного видения, а не с помощью, с помощью, там, сущностей. Ну, один из ярчайших примеров, вот, как говорится, о наболевшем. Вот наши предки, когда уже происходили, там, первые, вторые, третьи катастрофы, да, у людей не хватало знаний, навыков, но они использовали техники, кто рунами использовал, кто имел какие-то знания, там, дождик останавливать. Они не понимали физику процесса, ну, там, типа, сказал три слова, там, на тучку, там, ножиком поводил, все, там, дождя нету, или, там, наоборот, там, дождь есть. Ну, кто понимает. Но, когда 20 человек возьмут ментальное поле, его заблокируют, это тут же дождик, он не получится сделать, потому что он не понимает, на каких уровнях это работает. Автоматически, когда он не понимает, его потом скажут, так, дед, ты нас там дурачишь. Поэтому так волховы истребили. Поэтому запомните, доведите любую информацию, даже вот вы начали учиться, вы такие маленькие детки, которые вначале только начали, начали получать информацию, и я, и все остальные, это проходит, это нормально, я учусь каждый день. Получили какой-то образ, доводите его до совершенства, а мой это, не мой это, а почему этот образ, а какой он, большой, шире, дальше, к какому он времени, вообще к времени он относится. Чем больше мы начинаем перелопачивать информацию, и анализировать, и думать, используя всевозможные, я уже говорил, техники, практики, всевозможные повышающие осознанность и литературу, те вы сможете считать матрицу. Уже сказал, только надо определиться, с какой матрицей. Надеюсь, ответил. Хорошо. Ярослава Ярославная, продолжайте вопросы задавать. Как стать таким просвещенным, как ты, лектор? Очень хочется проснуться. Дозволь, за тебя отвечу. Вот об этом Александр рассказывал всю первую часть. Как таким стать? Если тебе есть что-то дополнить, дополни. Не, 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 не. Да, есть дополнить. Смотрите, это надо поддержать. Смотрите ролики Славянского радио и делайте практики, лекторов всех, которые на Славянском радио со здравомыслием. И делайте выводы. И когда вы сделаете выводы и попробуете, ваша жизнь поменяется. Вот такая реплика. Хорошо. Олег Бажин. Вопрос эфир. Сколько единомышленников у Сказителя вокруг него? Есть ли поддержка родных и близких? Вот два вопроса. Сколько у тебя единомышленников, которые с тобой занимаются общими делами? И есть ли поддержка родных и близких? Поддержка родных и близких? Есть. Ну, понятие единомышленников сколько? Это вопрос, опять же, дуальный. Ну, мы сейчас слушаем, то есть вы пришли, слушайте, кто на прямом эфире, кто запись будет слушать. То есть по факту это уже тоже поддержка, потому что вы будете дальше знания, навыки как-то внедрять, реализовывать, то это тоже поддержка. А кто-то в момент сейчас не слушает нас, а где-то в ночном клубе проводит прекрасное время или делает какие-нибудь там ролики похабные или еще какой-нибудь дурней политической занимается. Поэтому просто эта поддержка, она на каких уровнях? Это тоже вопрос дуальный. Надо принимать многомерно. Есть здравомыслящие люди, есть те, которые помогают с организацией. Кто-то помогает, говорит там, вот приезжай там на фестиваль. Кто-то говорит, вот там Алексей говорит, приходи, выступай. Ну, то есть вопрос поддержки это вопрос, он очень объемный. И я отвечу на этот вопрос так, достаточно. Но хотелось бы, конечно лучше, и мы идем не к достаточному, а вот сейчас, допустим, достаточно, а потом хотелось бы прийти к такому тремену предостаточно или еще более в достатке. Как вы помните, да, у нас были такие термины, как самое главное, чтобы не довели вы свое состояние, когда у вас худо, то есть вы прохудились, у вас нет вообще единомышленников. У меня их пока что достаточно, но мы не ограничиваем, потому что, опять же, единомышленники, они могут быть и на тонком плане, мы можем с вами, и очень с многими слушателями народного славянского радио, не только, я лично взаимодействую на тонком плане, во снах, мы взаимодействуем, вы просто, у вас энергии нету, вы дрыхнете, вы не вспоминаете, вы только утром просыпаетесь, а что-то было прикольное, не помню, надо срочно на работу, потому что опаздываю. Вы же не сидите, вы не думаете, вы не делаете практики, вы не записываете сон, вы не пытаетесь идентифицировать, кто это был вообще, там, 15 человек непонятной наружности и внешности. Когда вы системно с этим поработаете, то, конечно же, единомышленников будет достаточно. Хорошо, далее, Евгений Соловьев, вопрос. Сказитель может сам влиять на погоду? Да, неоднократно показывал, неоднократно массово даже, когда организовывал свой кристальный фестиваль, много раз, благодаря там деструктивным силам, назывался даже и погодой, морок, показывал, как это делать, есть там всякие возможные видео, кто захочет, кристальный фестиваль посмотрите, вплоть до того, что один из ярчайших примеров, и увидел поддержку высших сил, и действительно увидел чудеса, когда надо было создать водоемы в определенных местностях, где была засуха, и как земля матушка помогала и дожди создавала при засухе, и вода в колодцах появлялась, и озера наполнялись, такое было. Но вопрос не в этом, вопрос не в том, что я умею, а вопрос в том, чтобы каждый умел, и каждый научился, и каждый попробовал, и системно это делал в том регионе, в котором это и есть нужда, а не просто там энергией сбрасываться. Хорошо, идем далее. Ярослава Ярославна, реплика в эфир. Чтобы избавиться от страхов и негативных мыслей, поможет веганство? Ну, для того, чтобы жить и радоваться, нужно жить и радоваться. Если вы пройдете ваш путь через веганство, хорошо, если ваш путь через сыроедение, хорошо, если у вас путь помогать котикам или собачкам, тоже поможет избавиться от страхов. Веганство – это не решение всех вопросов, но это просто лишь свободная энергетика и вообще отношения. Если вы просто бьете себе в грудь и говорите, вот я же вегетарианец, я уже не ем мясо, я молодец, вы еще далеко, это не вегетарианец, или не сыроед, или не важно кто. Вопрос просто в другом, в каком состоянии вы находитесь. Если вы с любовью понимаете, что вы уже перешли на этот уровень, то ваше состояние правильного питания поможет вам понять, ой, точно, а я же могу то же самое делать и с любовью, вот точно так же, как я уже перестал есть, допустим, мясо, допустим, я точно так же с любовью могу вот эту любовь направить на мой страх одиночества, страх бедности, страх не любви к себе, этом или еще чего-то. Ну, то есть, это просто такой же процесс по факту, который просто вам надо осознанно понять и принять техники, практики в случае вашего страха. Но если же вы, как говорится, не понимаете или не знаете этих техник, думаете, что если вы съедите 15 тысяч килограмм кабачков, у вас откроется третий глаз. Ну, я думаю, этого не произойдет никогда. Иначе мы там в жизни помидоров, огурцов съедаем, и почему-то этого не происходит. Иначе бы у всех уже это было. Ну да, если позволишь, дополню. Дело в том, что я профессионально уже много времени трачу на то, чтобы помогать людям разобраться, что такое страх и как из-под него уйти, как страх перевести в состояние предохранителя, естественно, а не управленца над собой. И вот такие семинары просят проводить. Вот в Москве тут будет ближайшее, потом в Питере будет, ну и в других тоже, в Нижнем Новгороде. Но дело не об этом. Здесь без рекламы. Потому что и так там хватает уже залы полные. В том, что наблюдая за людьми, я понял простую вещь. Что да, чем чище пища, тем чище и мысли могут быть. Но если изначально пища только для здоровья, только для здоровья, то в этом случае может получиться парадокс. парадокс мерзавца сыроеда, например, или мерзавца, может быть, даже праноеда, или мерзавца вегетарианца. Потому что известны случаи, когда многие мерзавцы были вегетарианцами. Они это делали не для того, чтобы улучшить свою энергетику, улучшить свои мысли. Они это делали только из-за того, что вегетарианство полезно для здоровья. И не более того. Но как они были мерзавцами, так они мерзавцами и остались. Они жалели кошечек, жалели собачек, они не убивали других каких-то свинок и коровок и не ели. Не потому что они были человечны. Они при этом могли тысячами людей уничтожать. Просто расстреливать, сжигать, убивать, резать живьем и так далее. Они как были тварями, так они тварями и остались. Просто они для себя отметили, что вегетарианство это полезно. Вот если с этой точки зрения только для здоровья, ну это практики очищения организма. И они могут, конечно же, сподвигнуть на какие-то здравые мысли. Да, может проясниться мозг, потому что зашлакованность идет, нормальное кровоснабжение начнет действовать в организме. Все это может случиться, но это только инструмент. Это инструмент. Инструмент для здорового тела, инструмент для раскрытия энергии, инструмент для, может быть, повышения каких-то, как оно сейчас принято говорить, вибраций, энергетики. Но изначально это мысль, изначально это посыл. Если вы просто делаете для тела, того самого тела, которое имеет животное начало, и оно с пикельными мирами связано, ну в этом случае, ну и что, ну тело у вас будет здоровое. Да, сколько у нас примеров, когда в здоровом теле, ну совсем нездоровый дух, и тем более нездоровая душа. Когда здоровые такие, а ума-то нету. Ну да, да. Поэтому надо понимать, что первично. Вы для чего хотите быть человеком вообще? Для чего вы слушаете это? Одни слушают, чтобы похвастаться перед кем-то, а я вот такой вот умный. Другие слушают для того, чтобы сделать какие-то выводы и другим рассказать. А третьи делают так, чтобы жить было вообще хорошо всем. Так что первично мысль, а отсюда уже все остальное. Есть желание избавиться от страха. Давайте разберемся, что такое страх, почему он возникает, почему он начинает вами управлять, а кто такое тело, а почему оно взялось, а кто первично, свет, мрак, кто кому служит, ну и так далее, и тому подобное. Вот с этого надо начинать. Поэтому всегда вот я… Да, буквально дополню два слова. Вот пришел ответ от буквицы. Да возьмите просто, посмотрите по буквице, разложите. Что такое? Это форма утвержденного асом вашей благодати, характера. То есть вы себе блокируете как ас, определенную форму поведения. Вы боитесь того, чего вы просто не можете свою энергию реализовать. То есть она у вас с знаком минуса, не плюс. Она не высвободилась. И поэтому вы страхом блокируете еще то, чего не произошло. Или вы думаете, что это произойдет, но это уже нет. То есть вы думаете, ой, я буду одинокая, или там, это уже еще не произошло. Думаете, ну как, я сейчас же одинокая. Ну вы уже ставите клеймо вообще навсегда. Но если по факту посмотреть, расширили сознание, форму убрали, утвержденную, то, что вы сказали, как это вы одиноко, а клетки, а органы. А органы вас любят, они общаются, там, воздух, пространство, деревья. А уже какое одиночество? Оп, уже нету страха. Страх бедности. Как я бедный, я несчастный. Ну как это бедный, несчастный? Руки, ноги, еда, энергия есть, движение есть. Ну, как же бедность? Только подмена понятий слов поменялась. Бедность-то была какая? Бедность, она поднималась духовности. Раньше, это у нас, а сейчас слово бедный, богатый, это финансовый поток. А раньше это вообще нумизматством называлось. А бедный, богатый, это тот, который бога накопил себя. А бедняк, это тот, который беду накликал. То есть, он не слышит ни рода, ни бога, ни вообще поддержки. Он дурнюк какую-то делает несуразную. Он с головой не дружит. Поэтому просто надо убирать эти установки, формы, и позволить себе быть богом, творцом, и создавать здравомыслящую благодать. То есть, если вы не можете создать что-то хорошее, лучше вообще ничего не делайте, посидите, подумайте, поучитесь, а потом реализуйтесь. Ну, надо понимать, что страх там бывает разный. Есть страх животного начала, есть страх божественный. Ну да. Не тот божий страх, который нам вселили в головы через какие-то религиозные догмы. Там уже всё очень упрощено. Там божественный страх, божий страх перевели, страх, ну, понятно, какой. Вот, поэтому мы говорим о страхах природного начала для животного. Вот, поскольку тело, оно сейчас в нашем мире доминирует над сутью человека, над сущностью человека, над душой и телом, то в этом случае необходимо для начала тело правильно воспитать. Вот, если тело правильно воспитано, то тогда будет герой человек, тогда он этим телом сможет как инструментом управлять. А если тело не воспитано, ну, в этом случае тогда тело и будет управлять тем, что есть вокруг него и самим человеком, то есть отключит царя в голове. Но, когда царя в голове отрубает, в этом случае тогда и попадают всякие неприятности, поскольку животное Животное всегда рефлексует, животное всегда подчиняется тому, что вокруг него, а не создает само. А раз так, то в этом случае будут те, кто будет управлять животным. Ну и будете вы как щука, которая кидается на блесну проплывающей, думает, что это рыбка, а потом оказывается в ухе. Ладненько. Владимир Измытиевич, вопрос. Много лет астрономы изучают Вселенную и никого не нашли. Вселенная молчит. А на Земле все говорят, бла-бла-бла, со всех сторон непрерывно. Почему такой дисбаланс? Может, нам нужно заткнуть свои фонтаны, чтобы услышать Вселенную? Прям Козьма Прутков, заткни фонтан. Ну, ответ он сам собой разумеется. Это вот образно говоря. Вот то, о чем я говорил в лекции. Вы проверяете информацию или нет? Вот вы говорите, кто-то сказал, какой-то там ученый из бога, знает какого города. Вы вообще его не видели никогда? И вообще, может, он пришел, посмотрел на потолок и сказал, все, грант доказан, инопланетян нет. Вообще никого нет. Я посмотрел на Хаббле или на фотошопе нарисовал 15 тысяч новых звезд. Точно, там тарелок нет, проверено. Вы видели, вы смотрели, вы анализировали, вы использовали сами собственное расследование и делали. На основании чего вы думаете, что там кого-то есть или кого-то нет? Я сейчас не говорю, что там инопланетяне есть или их нет. Я хочу, чтобы вы сами до этого дошли. Но так бы было логично, чтобы вы сами проверили просто это. А уже потом делали выводы. И потом либо принимали, либо опровергали. Если вы сделаете расследование, то вы получите ответ на свой вопрос. Причем любой. Я ответил. Да еще надо понять следующее, что Вселенная настолько громоздка, настолько велика, что вот просто понять, где находится ближайшая такая же земелька, где есть такие же, как мы, которые также находятся на таком же уровне развития, и примут такие же, например, колебания из наших антенн, которые мы туда посылаем, наших передатчиков, но это даже не капля в море. Все почему-то… Да, конечно, не капля в море. Потому что многие просто вообще не понимают, думают, а, ну там все живем и все. Вы себе представляете, вот вы просто даже возьмите, откройте те же знания современных, как говорится, ученых, которые там создали карту звездного неба. Вы посмотрите, вы видите хоть одна планета, чтобы так гармонично двигалась с другими планетами. Вы, даже если мы сейчас берем там теорию больших, малых, там средних взрывов, каких угодно, я не буду это комментировать, вы просто для себя подумайте, если оно взрывается, оно все хаотично, а как тут все так гармонично? Оно как-то от самого созданы наилучшие условия для развития. Флорой, фауной, там куча эволюционных штук, технологии генетики и так далее. Да, там много всего непонятного еще, и сброса, и так далее. Условия есть для того, чтобы это было. Другой вопрос, хотите вы узнать, кто это сделал, как это сделал? Сядьте, подумайте, сами на карте звездного неба поищите такое же гармоничное эволюционное развитие в ближайшем космосе. И потом проанализируйте, подумайте, на нашей Земле хорошо или вообще это все вымысел. Ну да, я закончу. Вот все почему-то думают, что на другой, где-то далекой-далекой Земле, которая вращается вокруг далекого-далекого Солнца, которое находится в такой же далекой-далекой галактике, как наша, сидят такие же скучающие человечки, с таким же уровнем развития, с такой же примитивной психикой, и пытаются уловить наши сигналы. Они вот такие же, как мы. А почему вы не представляете, что, во-первых, существует огромное количество жизней, жизнеформ, которые разумнее, может быть, чем мы, которые с нами просто не хотят вступать в разговоры, потому что видят наш привитивизм, и для них мы неинтересны. Почему вы думаете, что отсутствуют формы жизни, где вообще не знают, что такое вот эти самые приемники на таких волнах? Почему вы думаете, что наши слабые станции добьют, например, в другую, ну, может быть, дальнюю-дальнюю галактику, где, может быть, кто-то на самом деле находится на таком же уровне, как мы, и, может быть, в этот момент сидит около приемника и ловит? Ну, здесь много вот этих потому что, поэтому я предлагаю всем нашим радиослушателям об этом задуматься, и не делать таких выводов, что если бы сейчас была здесь жизнь, то или там где-то жизнь, все бы давно уже вот к нам прилетели на нашу там веселушку, на нашу поляну. Да нет, все очень намного интереснее. А по поводу бла-бла-бла, да, на самом деле очень большой дисбаланс у нас получается. Очень часто мы языком трепемся и не слышим того, что происходит вокруг нас. В этом наши проблемы. И проблемы не с Вселенной, в первую очередь, а с нашим обществом. Очень часто мы пытаемся высказать свою точку зрения, думая, что это что-то гениальное, и оно кому-то нужно. А на самом деле, если так потом время проходит, и здравомыслие на самом деле включается, мы поймем, какие же мы глупые, бестолковые, орали, доказывали какую-то свою глупость, детям передавали свою глупость, настаивали на своей глупости. Ну и вот итог, где мы сейчас находимся. Поэтому да, на самом деле, я с Владимиром здесь согласен, иногда фонтаны нужно уметь затыкать, и причем иногда, мне сейчас становится все больше и больше, больше и больше нравится все, входить в состояние заткнувшего фонтана, когда я просто наслаждаюсь тем, что я слушаю. Вот сижу и слушаю, слушаю окружающий мир, слушаю природу, слушаю разговоры людей, наблюдаю за тем, что происходит, как происходит. Неважно, еду ли я в машине, еду ли я в автобусе, еду ли я пешком, еду ли я в метро, слечу ли я на самолете, я наблюдаю за тем, что происходит. Раньше, да, какие-то такие вот были открытия через форточку Америки, хотелось всем что-то донести, рассказать, вот, смотрите, ну вы же тут... А потом понял, да елки-палки, но для меня это Америка, а для них это пройденный день, и для них это уже не серьезно, не интересно. Так что, да, надо уметь вовремя затыкать свой фонтан. Идем дальше, Оксана Брейнер. Здравствуйте, Александр, вопрос. Действует ли в вашей жизни поговорка «Где родился, там и пригодился»? Лично для вас это озвученный вами принцип сработал? Конечно, еще и как. Мало того, ну, в моем случае, я живу в городе, в котором у меня было одно из воплощений, и в моем матричном воплощении это было достаточно для моей жизни. Я сейчас не говорю для всех, может, эта информация и бессмысленная, но она рэперная, потому что есть рэперные точки, от которых разворачивается событийность, и у нас происходит какие-то очень мощные сознания, которые могут влиять на наши дальнейшие воплощения. Многие вот почему-то думают, что если там душа прожила там куча тысяч воплощений, то она мудрая, ничего подобного. Можно, как, знаете, в классе сидеть и потом закончить школу, по факту ты закончил там 10-11, сколько там лет в школе, а ты можешь ничего не знать. И наоборот, ну, то есть ты можешь там работать, впахивать и потратить гораздо меньше времени. Поэтому ответ на вопрос, тут есть все. Причем с каждым днем, чем больше я нахожусь, взаимодействую с этим пространством, тем больше я получаю ответов на вопросы, которые, допустим, неделю назад или сегодня, я еще не знал ответа, но каждый раз и местность, и пространство, и энергетика, и места силы, и все-все-все-все помогают. Поэтому однозначный ответ – да, на 100%. Хорошо, далее Максим Архипов, вопрос в эфир. Александр, конечно, в век интернета обучение самому и обучение других заметно упрощается. С самообучением все более-менее понятно, а с тем, чтобы поделиться интересной информацией, очень сложно. Нужно ли с конкретной целью идти в какие-либо учреждения, форумы, звонить знакомым и так далее, или развивать себя, следуя потоку, как калики-перехожие, просто идти по миру и петь былинные песни, никому ничего не предлагая. Но уж если кто попадается под руку выкладывать этому человеку всю нужную ему по своему мнению информацию. Ну, тут ответ, я уже где-то только даже на записи славянского радио уже слышал раз 50. Еще на других источниках, наверное, раз 150. То есть ответ, он для кого нужно и как? Каждому свое. Кому-то надо выкладывать, кому-то нет. Мы же понимаем, что все мы не случайно создаем сознание, людей притягиваем. Кому-то, может быть, и надо услышать эту информацию. Кто-то, если сейчас начнешь выкладывать, он подумает о сумасшедшем. И тут надо просто тебе пройти другой урок уважения себя и другого свободы воли человека и свободы развития, не посягательства на это. Если ты чувствуешь резонанс, это человек так же делает, так же думает, что-то там, ну, на какой-то чистоте, так же, как и ты, но просто под другим углом. Конечно, делись, и он поделится. Это нормально, это естественно. А если ты будешь говорить, а человек даже до этого не дошел, или он тебя не просит, он говорит, ну, вот я там, блин, хочу хотя бы быть здоровым, или хочу такую интересную жизнь. Мне так задолбало там быть бухгалтером, экономистом, водителем, продавцом шаурмы. А вот ты такие слова, интересные вещи говоришь. А что для этого надо? Все, ключевой доступ пошел. Ну, то есть человек хочет меняться. Да, может быть, он пока что не поменяет там работу в налоговой, в военной службе или еще кем-то. Но он сделает первые шаги. Это не означает, что ему надо ввалить всю информацию, которую вы там за 10-50 лет там накопили, или еще с множеством воплощений. Он, конечно, подумает, что вы сумасшедший, или сравнить свое знание сейчас с вашим, и он подумает, ой, не-не-не-не-не-не, это, наверное, я никогда не постигну, это вообще невозможно. Надо очень аккуратно. Вот вы маленькому ребенку, он у вас родился ребенок, а вы говорите так, значит, там туалет, так, я сейчас тебе одежду купил, ты там доползи, как бы, ну, я понимаю, ты маленький, ну, ты доползешь, там, оденешься, там, ползунки, и запомни. Если не можешь, да то ли это доползти, вот, памперс снял, вытянул. Вы же понимаете, что это невозможно. Вы это постепенно делаете. И постепенно потом учиться, есть, там, пить, там, ну, и так далее, обучаетесь речи, там, поведению. То же самое и в обучении с человеком. Если ты видишь человека, и вам он, ну, я не знаю, якобы срезонировал, и вы там вспышку на каких-то уровнях, на чакрах, или там у вас кармическая какая-то связь, это не означает, что вы ему должны родовое дерево свое показывать, там, или говорить, там, астрологической картой своей. Вот, смотри, вот, пожалуйста, вот у меня Юпитер, Сатурн, Венера, и вот он мне здесь. Ну, все по внутреннему запросу. Зачем и почему? Если вы чувствуете, да, конечно. Если вы не чувствуете, доверяй, но проверяй. Хорошо. Олег Бажин, такой практический вопрос, очень серьезный, в эфир к тебе присылает. Какой опыт материализации есть? Ну, это такой многомерный вопрос. Ну, опыт материализации есть. И событий, и ситуации, и людей, и отношений, и, там, я не знаю, и в том числе исцеление от тех или иных болезней. Поэтому опыт материализации есть. Точка. Он не может не есть. Да, да, да. Хорошо. Все вопросы и реплики мы с тобой озвучили, и пришло время подводить итог сегодняшней нашей встречи. Пожалуйста, выйди что-нибудь в народ, светлое, доброе, красивое. Ну, мне очень нравятся слова вообще великого такого деятеля, я думаю, все их слышали, Льва Николаевича Толстого. Это единственный смысл жизни человека, это совершенствование своей бессмертной основы. Все другие формы деятельности бессмысленны по своей сути в связи с неотвратимостью гибели. Мы должны просто понять, что мы сами себе пишем жизнь, и, опять же, там те же древние наши сказания, которые сейчас используются на Востоке, которые говорят, надо забыть возраст, надо не оценивать себя по годам, лечить себя упражнением, словом, травой, массажем, теплом, холодом, вдыхать аромат деревьев, трав, есть там рис, пить чай, стараться больше гармонизировать с природой, следить за теплом почек и холодом головы, больше смеяться, забыть о плохом, быть защищенным, если мягок. Ты мягок, когда спокоен, ты спокоен, когда здоров. Любить людей, тех, кого любить не получается, не замечайте. Старайтесь эволюционировать, выполняйте долг перед земным родом, рождайте достойных, воспитывайте своих детей. Старайтесь долг перед родом небесным, доносите до потомков наследие предков. И долг перед родом всевышним, раскрывайте свой дух рода в себе, вы воссоединяетесь в духе с силой и волей Творца. Я считаю, нет выше цели, чем исполнить дух, долг перед родом. Поэтому это и есть смысл здравомыслящего образования. Как вы это делаете? Это дело ваше. Но если вы не реализуетесь, поверьте, и ваши будущие дети, внуки, и общество, и страна не реализуются, не произойдет те ваши мечты, или те ваши грезы, фантазии внутренние, которых вы вынашиваете. Делайте сегодня, чтобы не жалеть завтра. Любите сегодня, чтобы не разочаровываться завтра. Давайте людям максимум и просите от пространства то, что вы хотите, и вы получите то, что вы хотите. Я истинно желаю вам счастья, любви, процветания, благости и слава вашим родам, предкам и святым богам нашим, а также земной нашей матушке, земле, за то, что она нам дает возможность реализоваться и сделать шаг для гармонизации нашего пространства, эволюции на всех уровнях, от физического до духовных уровней. Я знаю, что у нас это получится. Как говорили наши предки, ура! Потому что мы идем к свету. Чего я вам всем истинно от всего сердца желаю. Ура! Ура! Ну что же, вот и заканчивается наш очередной эфир, посвященный теме «Система обучения здравомыслящего человека» с Александром Жирковым. На мой взгляд, эфир удался. Очень интересные мысли, замечания были высказаны, и ответы достойные, да и вопросы, на которые ответы достойные появлялись, тоже были достойными, реплики хороши. Так держать, друзья мои. Заметно то, что присутствующие в чате, задающие вопросы, это не просто люди, которые так зашли на огонек, это те, которые ищут в этом мире цель своей жизни, цель своего пребывания. А ведь открывают двери те, кто эти двери ищет и хотят открыть. Находят что-то те, кто хотят что-то найти. А уж тем более находят те, которые знают, что им надо. Вот как раз это знание сейчас и организуется, и образуется. Всесторонний Народное Славянское радио пытается помогать всем, кто занимается пробуждением, донесением добра, света, раскрытием чего-то. Поэтому если у вас есть какие-то мысли, вы хотите чем-то поделиться, пожалуйста, приходите, пожалуйста, делитесь. Иногда, конечно, мы вынуждены отказывать некоторым, потому что их самомнение зашкаливает, и они встают в позицию Д'Артаньяна, как в анекдоте. Я тут один Д'Артаньян, остальные все непонятные резиновые изделия, штопаны на помойке, найденные. Вот с такими оскорбительными посылами мы Д'Артаньянов не берем в эфир, это вот сразу говорю, это единственное ограничение. Если же человек готов делиться своими наработками, наработки ведут к добру, к свету и призывают людей к здравомыслию, и все это ведет к тому, что образуется польза для физического тела, для семьи, рода, для общины, общества и державы, вот это тогда то, что как раз нужно. Также Народославянское радио объединяет различные направления течения, как с точки зрения истории нашего прошлого, с точки зрения того, как жить на земле, как себя обеспечивать, благоустроить свой быт, воспитывать детей, правильно их породить, создавать семьи, да и прочее, прочее, прочее. Мы не заинтересованы в какой-то там рекламной кампании, которая принесет нам деньги, мы заинтересованы в том, чтобы создать державу, чтобы восстановить державу без потрясений, без крови, без братоубийственных войн, без каких-то там катаклизмов, потому что только здравомыслящий человек способен соединиться с другим здравомыслящим человеком. И вот тут как раз знание, как говорилось раньше, сила. То, что Народославянское радио является стержнем, соединяющим, объединяющим разные направления течения, это уже сложившийся факт. То, что мы не перетягиваем дьявол на себя, это тоже уже сложившийся факт. То, что у нас выступают разные люди, это тоже уже подкреплено и подтверждено неоднократно. Нас никто не финансирует, кроме тех людей, которые нас слушают, которые считают, что такое радио должно быть. Потому мы называемся Народным славянским радиом. Если же вдруг у вас появилось желание каким-то образом поучаствовать, как мастеру, например, видеомонтажа, журналисту, блогеру, сайтостроителю, заполнению, писателю статей, озвучивающему, может быть, какие-то темы, делающему программы, работающему с аудио, с видео, пожалуйста, приходите. Здесь единственное вот что следует отметить. Ни за кем я, как главный редактор, не бегаю. Если человек обращается на Народное славянское радио, это говорит о том, что он созрел для самостоятельного продвижения, для самостоятельной работы. Конечно же, у нас есть коллектив единомышленников, где мы друг другу помогаем. Конечно, мы обучаем друг друга, обучаемся друг у друга, в чем-то разбираемся. Но если человек заявил о том, что он готов что-то делать, а потом за ним надо бегать, знаете, дальше такое не будет здесь у нас. Такого не происходит. Здесь взрослые люди. Поэтому такие детсадовские подходы хочу, но потом в кусты и делать из-за меня все не проходит. Ну, в принципе, вот все, что я хотел сказать. Еще раз, Александр, низкий тебе поклон. Всем добра и радости. Напоминаю, что сегодня у нас 21 ноября 2018 года. Среда по одному из современных календарей. Система обучения здравомыслящего человека. Это была тема сегодняшнего живого эфира. Автор-сказитель Александр Жирков и главный редактор Народного славянского радио, ведущий по совместительству Алексей Орлов. Прощаемся с вами. Желаем вам всего самого доброго. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио Для пытливых умов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин